влог и я предлагаю начать его с небольшой собиралки. Улажняю губы и буду приводить себя по-быстрому в порядок. Вы задавали много вопросов по поводу пучка и давайте покажу как я его делаю. Я надеюсь, что вы что-то из этого поймете. Для начала я наношу сухой шампунь, даже не знаю какого бренда, я редко им пользуюсь. И кстати, я никогда не могу сделать пучок на освежевым этих волосах, они слишком скользкие у меня. Собираю их в высокий хвост, причем ничего особо не приглаживаю, беру резинку и начинаю по-разному заворачивать волосы, но не протягиваю их. При этом стараюсь оставлять такие одинаковые по размеру завитки и также придерживаю кончики волос. И как видите, у меня получается три таких завиточка и только потом я фиксирую резинку. Я не могу использовать только одну резинку, поэтому беру инвизи бабл. Кто-то скажет, ну что это такое, видна эта пружинка, а я скажу вам, что для меня это уже настоящий успех, потому что обычно я вообще не умею делать никакие прически. На каждый день я использую тональный коллаген или шесейду, вот этот отбеливающий еще классный. Но сегодня я буду использовать шесейду, так как ни разу не показывала, как я его наношу. Для начала разогреваю его при помощи пальцев и я беру где-то одно нажатие, он еще подпитается, скажем так, и распределяю его по всему лицу. Дальше беру спонж и еще промакиваю как бы все, для того, чтобы сделать покрытие еще более легким. Тональный, сияющий, увлажняющий и иногда я даже его не припудриваю. Консилер у меня от марки Эвелайн, он такой увлажняющий тоже, кремовый, приятный и большего покрытия на каждый день мне не надо. Даже не на каждый день я часто наношу его и для съемок, и вообще, когда мне хочется выглядеть по-особенному хорошо. Далее я беру такой типа как жидкий хайлайтер или сияющая база от Шарлотт Тилбори и наношу на выступающие участки лица. И мне очень нравится вот это деликатное свечение. Естественно, если у вас есть какой-то другой кремовый хайлайтер, который вы можете мне посоветовать, обязательно напишите внизу. И я еще немножко добавляю. Как видите, остапа понесло. Но мне очень нравится эффект, который я получаю в конечном итоге. Для того, чтобы зафиксировать консилер, я использую пудру от марки Эссенс. Это мое недавнее открытие. Она очень мелкая, она красиво высветляет определенные участки на лице. И если я заболтала и засидела, и консилер немножко скатался, я сначала его расправляю и потом только наношу пудру. Небольшое количество пудры добавляю на центр лба и также на носокубки. Расчесываю брови самой обычной щеточкой и буду использовать тени для бровей. В любимцах у меня Анастасия Беверли Хиллз и Freedom. Отличный оттенок для блондинок, пигментация хорошая и также по стойкости они вполне меня устраивают. Держатся в течение всего дня и даже могут пережить спорт, если нужно. И фиксирую бровки при помощи самого стойкого геля для бровей от Lancome. Добавляю немного бронзера-скульптора от марки HAN. Он отлично наносится даже на неприпудренный тональный крем. Я использую такую не слишком большую кисточку и чуть-чуть еще добавляю румян, как мне казалось, но с румянами от Hourglass. Я постоянно перебарщиваю, поэтому редко ими пользуюсь. Беру пудру из той же палетки Hourglass и все растушевываю, потому что уж слишком много румян. Завиваю реснички, это у меня Shu Uemura Curler. Использую тушь от Aveline Volume Celebrities. Для того, чтобы хорошо прокрасить ресницы, особенно у основания, мне приходится сильно нажимать щеточкой у корней ресниц, поэтому я пачкала века. Так что вот приходится вытирать все ватной палочкой. И если нужно, добавляю второй слой. Ну, люблю я большие ресницы. И, конечно же, прокрашиваю нижние реснички, тогда взгляд получается таким распахнутым и открытым. Тени я использовать не буду, но немного свечения я все-таки добавляю в уголок глаза. И дальше обрисовываю контур при помощи карандаша от марки Гош. Он супер классный. Это оттенок Antique Rose, но в дуэте с помадой Мак Мэр у меня получается идеальный быстрый повседневный освежающий макияж. Приветик еще так. Сегодня у нас очень разнообразное видео. И влог, и собиралка, и распаковка, и также идеи декора. Так что обо всем по порядку. И сегодня утром, когда я собиралась, я решила накраситься, сделать такой фреш. Это, знаете, мой макияж тогда, когда мне не хочется краситься, у меня есть время, и когда мне хочется выглядеть свежо и быть в меру яркой. И вообще-то, знаете, что каждый день я так не крашусь. Я думаю, что по влогам вы тоже замечаете, что обычно мой максимум это какой-то очень легкий тон, желательно увлажняющий в качестве такого защитного слоя от окружающей среды, от обветривания, от пересыхания, от таких вот бед ежедневных. И что еще, брови подчеркиваю, это, вот знаете, обязательно. И тогда, если я чувствую уверенно, мне все равно, куда я пойду. И если есть какие-то высыпания, то тоже желательно замазать это все корректором. Так, я приехала домой, меня ждала посылка. Я знала, что это. Это очень классные сумки и рюкзак. Давайте вместе откроем. Со мной связались представители бренда Мирцкарта. Я видела их у нескольких блогеров, точно у Даши Камаловой. И тогда еще они мне очень сильно понравились. Я решила не отказывать себе в удовольствие. У меня была возможность выбрать три любых модели и поделиться с вами своим мнением. Это российский бренд. У них все изделия из кожи. У них также есть гарантия на один год и доставка по всему миру. Кстати, мне пришла посылка очень быстро. Обалденная коробка. Это выглядит как что-то очень-очень дорогое, люксовое. И я надеюсь, что качество меня не подведет. Знаете что, даже если заказать кому-то такую сумку на подарок, это выглядит очень-очень достойно. Давайте продолжим в таком формате, чтобы все было лучше видно. О, это, наверное, рюкзак. Очень красивое сочетание цветов. Черный, такой нежно-розовый. Оу-ау. Здесь еще есть пыльник. Я сохраняю все пыльники. И потом, когда, например, убираю летние сумки, то складываю их в отдельные такие мешочки. Он как будто бархатный, мягкий. Здесь еще и есть пакет. Ну-ну-ну. Да, это рюкзак. Он же обалденный. Держит форму. И я специально заказала себе беленький, потому что грядет весна, лето, он классно будет смотреться со всеми нарядами. И даже осенью и зимой я ношу светлые вещи. Мне нравится, как это как-то так освежает наряд. Вот, видите, стопроцентная кожа. Небольшой такой пробничек. Как он открывается? Ой, здорово, что он здесь на замочке. Пока что очень приятное впечатление. И такие детали, вы знаете, это действительно очень радует, потому что, смотрите, отдельно еще прилагается кошелечек, который можно пристегнуть, и потом вам не придется доставать все содержимое рюкзака, чтобы найти какую-то мелочь. Он очень вместительный. Сюда много что поместится. Еще есть отдельный карман, который тоже закрывается на замочек. И я в восторге. Вы сами все видите. Он выглядит очень-очень круто. Еще два больших пакета. Как видите, я не поскромничала. Я еще такого не видела. Обычно только маленькие сумочки или сумки среднего размера продают в таких вот вещах. Сумка выполнена из такой кожи, которая не будет царапаться. То есть, можно будет очень долго использовать ее. И я заказала эту сумку для таких случаев, когда мы, например, куда-то едем на несколько дней, и нужно взять и компьютер, и какие-то вещи. Или, например, если вы ходите на работу, а после работы в спортзал. То есть, сюда у вас поместится не только компьютер. У меня, кстати, компьютер немаленький. Он прошел апгрейд Игната. Наклеил наклейки мне, Игнашка, где-то год тому назад, и я так хожу. Вот, смотрите. Сюда без проблем поместится компьютер, зарядка и еще какие-то вещи. То есть, это может быть какой-то набор вещей на несколько дней. И также косметичка абсолютно спокойна. Если вы переживаете по поводу того, что будет тяжело носить в руках такую сумку, то прилагается еще и вот такая съемная ручка, длину которой вы можете отрегулировать конкретно под вас. Я очень довольна. И иногда, когда летишь самолетом, ну это очень удобно, реально. Вот. И это моя дружеская вам рекомендация. Сумки очень хорошего качества. Иногда смотришь, видишь что-то у одного, у второго блогера, и закрадываются какие-то сомнения. Я уверяю вас, что они очень качественные. К хорошему быстро привыкаешь. Уже не говорю, что тоже есть пыльник, но он есть. Такого формата сумки есть в двух размерах. И мне предлагали побольше, но так как я знала, для чего она мне нужна. И что с большой сумкой я могу смотреться, ну, не очень. Зато теперь я буду самой стильной на спорте с этой сумочкой. К ней также прилагается еще одна ручка, длинная, которая еще и регулируется. И что у нас внутри. Тоже вот такая коричневая подкладка. Один карман на кнопке, вот такой объемной. И два поменьше там. Для телефона, для ключей, наверное. Ну, для чего-то такого. Здорово то, что сумки создаются в небольшом количестве. Вероятность того, что вы встретите кого-то с такой же, очень мала. Их делают всего по 50 штук каждой модели. Если вы вдруг заинтересовались, то мне также предоставили код на скидку в размере 10%. Я оставлю вам его в инфобоксе. Милцкарта огромная. Спасибо за обновки. Я давно не была чем-то настолько довольна. Честное слово. По поводу занятий. Я вам как-то говорила, я даже немножко показывала. Я хожу на занятия, где мы прыгаем на таких мини-батутах. И девочки начали присылать мне информацию по поводу того, что это может быть травматично. Что это большая нагрузка на спину, на позвоночник. И также на ноги, на женские органы. Скажу так, что это однозначно занятие не для всех. Во-первых, это очень-очень сильная нагрузка на организм в принципе. Потому что сердце работает на больших оборотах. И также есть определенные ограничения. Например, если вы недавно родили ребенка. Или у вас слишком большой лишний вес. Очень осторожно нужно относиться и к бегу, и к любым прыжкам. Не только к тем занятиям, которые посещаю я. Я никого не агитирую. Обязательно поинтересуйтесь. У меня есть тренеры, которым я, скажем так, доверяю. И они говорят, что если все правильно делать, то есть следить за техникой. Или хотя бы ею поинтересоваться. Или обратиться к тренеру, который ведет такие занятия. Как правильно прыгать, чтобы у вас не работал весь корпус. А только как бы... Это сложно объяснить на словах. Гораздо проще будет кому-то вам показать, как это правильно делать. Чтобы вы не слишком нагружали и спину, и ноги. Причем, знаете что? Когда я раньше бегала, то у меня регулярно болели ноги. То есть я не могла себе позволить бегать каждый день. И даже на беговой дорожке. Иногда были периоды, когда мне нужно было сделать паузу. Взять паузу. И еще также иногда у меня после каких-то занятий была такая крепатура, что я не могла сдвинуться с места. Или у меня там прихватило спину. Или еще что-то. А тут же нет. И еще, девчонки, момент. Если у вас слабые мышцы кегля, а если вы не знаете, что это такое, то обязательно поинтересуйтесь. Это крайне важно для женского организма. Даже если вы не планируете рожать ребенка в старости, вы можете о них вспомнить. И вы пожалеете о том, что всю жизнь вы о них не знали. Это раз. А во-вторых, если они у вас очень слабые, что часто случается именно после родов, то, конечно же, такие занятия не для вас. Так что есть какие-то плюсы и минусы. Я себя чувствую очень кайфово после таких тренировок, потому что это драйв, потому что это такой прилив энергии. У меня полностью отключается голова, чего я не всегда могу добиться. Я не настолько могу расслабиться на йоге. А йога все-таки очень хороший вид спорта. И это не так просто, как может казаться. Я ходила на йогу где-то полгода. Она мне очень сильно помогала. При ежемесячных женских болях я научилась принимать позиции, в которых мне становилось легче. Это было до рождения первого ребенка. После мой организм немножко устаканился, и эти боли прошли. Поэтому как бы отпала нужда. Но я всегда регулярно заставляла ходить на йогу. Я хотела понять, в чем суть. У меня была такая крепатура после йоги не раз. Также важно найти своего тренера. Но опять же, есть какие-то моменты. В общем, для каждого есть свой вид спорта. Я пока что хожу с подружкой на эти трамплины. Мне очень интересно с ней встретиться, поболтать, что-то обсудить, потому что иногда и мне сложно найти время в рабочем графике и в графике мамы. И у нее также. И она постоянно куда-то выезжает. Она еще и работает в субботу, поэтому нам сложно состыковать наше свободное время. Так что это, знаете, гарантированное время для меня с подружкой. Хоть пару минут в неделю мы можем переговорить. После занятия мы сейчас стоим еще возле машины или в раздевалке, сидим и болтаем. Так что это такое приятное времяпрепровождение. И громко играет музыка. Я это все люблю. Но единственный минус, который я сейчас вижу для себя, при том, что я спокойно выдерживаю такую нагрузку, это очень интенсивная тренировка, поверьте мне. Это то, что я не могу уснуть после нее. То есть я могу приехать, еще что-то готовить, еще убраться и поработать. И очень часто после такой тренировки я там не сплю до часу ночи. Я обычно стараюсь ложиться раньше, до 12, потому что я встаю в 6.15 где-то. Ну, может, в 6.30. Очень редко встаю позже. Вот так поболтались с вами, рассказала. Еще я собираюсь заказывать очень крутую спортивную форму от бренда, это тоже российский бренд, Argo Fitness. И, насколько я помню, они тоже доставляют по всему миру. У них очень хорошая спортивная форма. Вот поверьте мне, на слово я всегда от души рекомендую. Вот если мне что-то нравится, да, как там сумки или спортивная одежда, я всегда с удовольствием поддержу молодые бренды. Потому что иногда даже кто-то не знает о том, что существует что-то классное, не слишком дорогое, не такое, как у всех. Argo Fitness тоже оставлю вам ссылки. И когда придет моя посылочка, то поделюсь с вами, покажу, что я там на заказывала. У них очень крутые эти спортивные всякие комплекты для тренировок и для прогулок. И термобелье, которое я брала на лыжи, у меня также от них ему несколько лет. Еще мы жили в Скавине, тогда я его не заказывала. Очень-очень хорошего качества. И со спортивными костюмами, при том, что я регулярно их эксплуатирую, и они у меня регулярно стираются, и я как-то особо с ними там не это самое, просто забрасываю, стираю со всеми вещами. Они не потеряли цвет, они не вытянулись, они еще не просвечиваются. Я прям супер довольна, и не помню, сказала или нет, а ссылочки на сумки я обязательно оставлю вам внизу в инфобоксе, заглядывайте. Ну а теперь давайте наводить дома красоту. Я знаю, что вы это любите, что вас это вдохновляет, так что давайте не будем терять время. Я думаю, что вы догадываетесь, с чего я начну. Сначала я хотела бы повесить портрет, который уже готов. Мы просто отнесли его мастеру, и он натянул полотно на специальную рамку. То есть как таковой рамки вокруг не будет. Это вы меня просветили? Ну что, поехали! Вот, блин, вы тоже это видите? Вот здесь, здесь, и вот там наверху образовались пятна от моих зеркал. Вот этого я абсолютно не ожидала. Я не помню, какой конкретно фирмы у нас краска, но вот то, в чем я абсолютно уверена, это то, что стены можно мыть. Этим и займусь. Как вы видели, я помыла стены, и даже не осталось разводов, практически все высохло. Повесила картину, и вот теперь думаю, наверное, она не должна висеть центрально над столом, а можно вот где-то здесь ее разместить. Что скажете? Потому что так ее немного прикрывает лампа. Ну, непонятно. Кстати, если вы не смотрели мои осенние влоги, то картину я не сама себе заказывала, хотя это тоже, наверное, неплохо. Просто я очень скромный человек, я бы так не сделала. А эту картину привез мне муж из колумбийского отпуска. У них там была такая мужская поездка. Это был очень неожиданный, приятный подарок. Этот портрет писал популярный колумбийский художник. Салфеточку, связанную моей мамой, я уберу. Она будет у нас такой праздничной, а на каждый день что-то не столь дорогое сердцу. Честно говоря, я никогда не покупаю что-то комплектом. Ну, ладно, никогда не говори никогда, иногда такое бывает. Но чаще всего я просто приблизительно знаю, что я хочу сделать, или в какой цветовой гамме, или какие текстуры я хочу зачитать. И вот потом, когда я начинаю собирать композицию, я пробую по-разному. Поэтому я ничего не говорила в процессе, а объясню вам чуточку позже, что и откуда. Но я довольна, как все получилось. Осталось зажечь свечи и наслаждаться вечерним уютом. Но это позже. Сейчас еще кое-что осталось сделать. Прозрачная стеклянная колба у меня из Икеи. Я вам ее много раз показывала, и действительно ее можно по-разному обыгрывать в интерьере. И я поставила свечу, которая до этого была в другом подсвечнике. Также под эту колбу можно класть, например, искусственные цветы, какую-то бижутерию, или если у вас небольшое количество кисточек, и они хранятся в каком-то маленьком стакане, то также колбой можно их накрывать, чтобы они не припадали пылью. Черепаха у меня из Тикой Макса. Я покупала ее давно на какой-то огромной распродаже. Они периодически там появляются. Буквально сердце нашего зала, как и во многих семьях, это диван. Вы часто спрашиваете, откуда он. Мы его покупали в магазине Кара Дизайн, но там представлены разные бренды. И на диване я не экономила, по той причине, что дети его реально убивают, и нам нужно было что-то очень прочное. И вот сейчас я постараюсь как-то выровнять эти подушки. Это вечная проблема. Или сидушка начинает провисать, или с подушками что-то, или ткань, которая обтянута мебель, изнашивается. Ну, в общем, есть несколько моментов. Я учитывала и наполнение, и также саму обивку. То есть ее можно помыть обычной тряпочкой, без каких-то там средств, и отмывается все. Мы проверяли. Привожу это все в порядок. Если у вас дома такая же ситуация, то давайте вместе. Что это я такое делаю? Это очень нужная вещь в хозяйстве, между прочим. Резиновая сетка, которая кладется под ковер. Если я не ошибаюсь, то мы покупали ее в Икеа. Если да, то она наверняка там есть. И благодаря этому ковер не будет ездить. Особенно, если он легкий. Меняю подсвечник. Пора сменить оленей на кроликов. Кролики хоть и пасхальные, но они стоят круглый год. Дальше я типа пытаюсь привести в чувство диван, но мне это быстро надоедает. Я не могла дождаться, когда я уже сменю красный цвет подушек на другой, на синий. Вы спрашиваете, где хранится весь мой декор. Часть в ящике на чердаке, а подушки, какие-то шторы вот здесь, прямо в диване. Это очень удобно, и так я никому не мешаю. На самом деле у меня не так много всего, как вам может казаться. Теперь покажу вам очень простую идею декора. Особенно это актуально тем, кто не любит заморачиваться, кто не умеет ухаживать за цветами, не любит это дело, или для тех, у кого так же, как у меня, это все вечно пропадает. Значит, нам понадобится пустая баночка, декоративные камни или стекло, если хотите сделать более нарядную версию, и искусственные цветы. У меня все из Икеи. Я очень давно это покупала. И, кстати, прикольно было бы, если бы камни были из какой-то местности. Например, вы поедете на море, можете собрать небольшое количество, привезти, и будет такой сувенир. Этот букетик у меня древний, не в своем первозданном виде. Я уже разбирала его на детали, использовала где-то в других местах. Вы также можете взять любой сухоцвет, или купить поштучно, искусственные цветы, а не так, как я, букетиком. Насыпаем камни. Очень прикольно было бы поверх камни еще выложить мох, но у меня его дома сейчас нет. Или же вместо камешек сразу на дно выложить мох. Снимаем верхушку. Это можно сделать практически с каждым таким искусственным цветком. И просто собираем несколько. Кстати, девчонки, напишите мне, пожалуйста, если вы в курсе, могут ли вот такие настоящие цветы жить в баночке. И что им для этого нужно. Я, конечно, понимаю, что не обязательно ее закрывать, но поделитесь со мной, потому что я еще тот цветовод, вы знаете. Я вообще не в курсе дела. Вот типа как-то так. Или я люблю сочетать несколько оттенков зелени. Вы можете, например, делать такой же новогодний декор и сюда класть шишечки. Или я чуть позже добавлю сюда перепелиное яйцо. И будет у меня пасхальный декор. Вот и все. Баночку можно или закрыть, или оставить открытой. Зелень всегда успокаивает. И даже если это натурально выглядящие цветы, то они все равно придают какой-то уют. Теперь наш самый простой декор в мире может стоять на столе, где-то в уголке, не обязательно в центральной части стола. Или же дополнять любую композицию. Вместо, например, вот этой колбы. Кстати, я хотела бы купить натуральные какие-то растения и поставить их сюда. Но работаем с тем, что уже есть. Вот этот подсвечник у меня был. Их у меня несколько. Я вот так по-разному их миксую. Сухоцветы у меня из цветочного магазина. Я покупала их в начале осени. Они засохли и не осыпаются уже даже. Такую баночку я... Не баночку, а вазочку я купила на Алиэкспресс. Она уже была вот так обвязана шнурком. Но вы в курсе, что можно взять самую обычную вазочку и обвязать ее шнурком. Или же оставить баночку открытой, снять резинку. И тогда все будут думать, что у вас здесь живое растение. И я поставлю свой декор вот в это место. Теперь вот этот уголок стал таким более живым. Очень многие цветы здесь почему-то не стоят, или они вырастают и упираются в верхнюю полку. Так что теперь такой вариант. И вот этот маленький подсвечник тоже сюда хорошо подходит. Я покупала его за какие-то копейки на Алиэкспресс. И это натуральное дерево. Просто в нем вырезана дырочка для свечи, для тилайта. У меня получился очень скромный, но стильный, как мне кажется, уголок. Очень такой уютный. Дорожка у меня из Икеи. Свеча старая. Она нам служит уже несколько месяцев. И очень такой приятный, расслабляющий аромат. Ее покупал Томек в Тикой Максе. Называется Детокс, между прочим. Самое то в конце зимы, после всех этих праздников. Вы спрашивали, откуда у меня вот эта ваза, в которой у нас сейчас все фрукты. Ей уже несколько лет, и нам в ней как-то подарили алкоголь, конфеты. Просто друзья приходили в гости и принесли что-то такое. Но потом девчонки мне писали, что вообще-то ее действительно используют для того, чтобы подавать алкоголь со льдом. То есть сюда ставится бутылка. Но для нас это не актуально. Мы здесь храним фрукты. Она очень прикольная, такая объемная. Много всего помещается. Что-то еще вы все видите, вы все знаете. Все вам показала, рассказала. Надеюсь, вы вдохновились. У нас воскресенье, и у нас довольно регулярно именно в этот день есть гости. Сегодня я готовлю такой обед в азиатском стиле. Курицу в кисло-сладком соусе я как-то вам показывала. Заранее я также приготовила тыквенный суп. Он довольно острый. Я думаю, что дети и так его есть не будут. И рецептик я публиковала вам в инстаграме. Если любите такие интересные блюда, то попробуйте. Он очень такой согревающий. При том, что Том вообще не любит супы, он попросил меня в этот раз сделать. Также я планирую сделать закуску. Это будут креветки в тембуре. Рецепт у меня будет из термомикса. Но нам понадобятся совершенно обычные ингредиенты и миксер. И знаете, что я еще хочу сделать? Часть я хочу сделать в тембуре. И в таких японских панировочных сухарях. Заранее я приготовила также соус. Здесь у меня обычный йогурт, соль, перец, мята. И это все. Просто перемешала в блендере. И хочу сделать еще самые обычные. Типа с луком, с чесноком. То есть что-то такое солено-остренькое. Что такое темпура? Это такое типа как густое тесто, в которое мы будем окунать креветки. Можно также овощи таким образом готовить. И потом на очень раскаленном растительном масле будем отожать буквально 2 минутки. То есть овощи получаются как бы полусырыми. Кстати, раньше я уже делала вот эту темпуру, тесто, на основе пива. А здесь на основе газированной воды. Нам нужна очень охлажденная, стильно газированная вода. Она у меня спрятана в морозилке. Вот и она. Открываем и наливаем 200 мл. 160 грамм муки. Пол чайной ложечки соли. У меня как ни мука заканчивается, то соль. Неожиданно. И одно яйцо. Хорошо это взбиваем при помощи миксера. Наша темпура готова. Этого хватит на большое количество креветок и овощей. У меня сегодня только креветки. Разогреваем в какой-то небольшой кастрюльке приличное количество растительного масла. Берем креветку за хвостик, окунаем и быстро в растительное масло. Это я и буду делать, но чуть позже. Пока что у меня тут горит курица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Конечно, блюдо не диетическое, но нереально вкусно. А на это у меня на сегодня все. Я надеюсь, что вам со мной сегодня было интересно. Если да, то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Мне очень приятна ваша обратная связь. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»